Здравствуйте! Здравствуйте! Слышно меня? Да, отлично! Ну, мы... Чем порадуете сегодня? Порадуем колоноскопией, колоноскопом сеноскейп 330T называется. Мы сейчас, ну, мы на самом деле уже в сигновидной кишке, мы не стали показывать тотальную колоноскопию, посмотрели всю кишку, там были мелкие полипчики, мы обычные полипотомии удалили. Ну, вот сейчас в сигновидной кишке находимся, кишка достаточно чистая. Подготовка у нас... Иван Юрьевич, еще раз, какая подготовка? Я считаю, это в два этапа, да? Это двухэтапная. Двухэтапная эдиклена. Ну, вот, достаточно, действительно, хорошо готовая кишка, небольшое количество остаточной жидкости. Из электрооборудования у нас БОВА-400. И вот это, собственно, образование, предмет нашего сегодняшнего осмотра, которое было ранее выявлено, популярная аденома. Там было установлено. Ну, вот аппарат Санскейп обладает также светофильтром, сходным по технологии СНБИ. И мы видим, ну, достаточно хорошо мы можем оценить структуру этого образования, которое мы... Вот Зарина Викторовна лучше всех в мире, наверное, разбирается, даже чем японцы, в пит-паттернах. Очень смешно. Ну, это очень хорошая демонстрация нашему утреннему обсуждению как раз, потому что мы это вот сейчас с коллегами обсуждали. На мой взгляд, вот третий Эль-тип, иногда мы его с четвертым, да, уже дифференцировали. Потому что ответвление где-то есть. Наверное, третий Эль-тип, четвертый. Но что тот, что другой, относится к доброкачественным одноклассным изменениям. А там афроскопическая классификация, то, с чего мы начинаем по-парижской, это все-таки утрально распространяющаяся, на мой взгляд, оплит, потому что она больше одного сантиметра, а растет вдоль, но не вверх. Соответственно, это ЛСТ гранулярного типа, гамогенный, гамогенный гранулярный тип, потому что нет более выступающих каких-то очков, согласен? Абсолютно согласен. А я думаю, что тоже, да, вот если так приглядеться, я бы сказал, что в краях здесь я бы больше за три Эль ставил бы, а вот в центре все-таки более вот четвертая, хотя это в данном случае никак не влияет на тактик, главное пятого типа нет, это динома. Она равноверная, она небольших размеров, мы вот сейчас обсуждали, говорю, Иванович, ты меня сюда поставил, чтобы десекцию сделать, или все-таки резервы, делай как положено. Ну вот я все-таки действительно считаю, что положена здесь петля, она небольшая, ведь наша опция, цель, это удаление, и, ну, может быть, я всегда в этом отношении достаточно радикально смотрю, это удаление задают моноблочное. В данном случае, моноблочное удаление возможно достигнуть петлевым методом. Открываем инъектор, делаем подколку, то есть это у нас будет резекция слизистой. Несмотря на то, что образование гемогенное, честно говоря, колоть через опуку не очень люблю, хотя напрашивается, чтобы сделать... А что здесь дело, такой лучший холмель для нас, то... Мы вводим растворы крахмала, какой там раствор у нас сейчас? Гидроксиэтин крахмал. Ну, гидроксиэтин крахмал. Иван Юрьевич, где такой березный крахмал? центральной аптеке нашего центра производит его, я эту фирму не знаю, ну российский, город Ставрополь. И честно говоря, я хотела еще раз акцентировать внимание на совершенно бесполезное предварительное выполнение биопсии. То есть оно никак вообще нам не изменило тактику, мы все равно и благодаря им. Мы видели изначально, что это доброкачественное аноматозное изменение с учетом ямочного рисунка поверхности, поэтому, а вот здесь думать еще в центре, скорее всего, это из центра наверняка была выполнена биопсия. И вот эта зона, которая больше похожа на 4-й технике, зона ли это биопсия? Ну возможно, да, в принципе она совершенно не нужна, и вот действительно приподнимается больше по краям, возможно это тоже небольшие рубцовые изменения после биопсии в центре есть. А у меня вот вопрос, человек говорит, что он так аккуратно сказал про инъекцию через нервы образования, а вообще делается инъекцию через нервы образования? Мы не делаем, но мне что рекомендуют. Мы, честно говоря, делаем, если это доброкатит, да в общем-то это же, если это и есть признаки инвазии. Нет, я не сторонник, знаете, понятно, что редко бывает редко, и я как бы, конечно, не собираюсь теперь эспирологическую здесь теорию задвигать про инъекционные метастазы, но они бывают, они бывают. Мы видели, закрываемые метастазы, например, я видел лично метастаз, адрентоэкционного пожелеза в желудке после приборной функции, мне доводилось встречаться. Здесь сложно говорить, когда мы говорим о рецидивах, откуда эти рецидивы, что-то они забрали или инициировали. Но работая, скажем так, вот как в клинике, я максимально с ним на сумку позиции подхожу, потому что вот эти все исключения как раз-таки у нас и встречаются в нашей клинике, они все приезжают к нам. Открываемся. Взяли мы петлю 15-миллиметровую, они вот здесь в принципе, вот сейчас мы как раз взяли и обсуждали, какую петлю, на самом деле, на мой взгляд, совершенно не принципиально какая-то будет петля, какая вам больше нравится, главное контролировать, как она накладывается на края слизистой оболочки, вот здесь надо задавить с права, потому что там получается это место, где, ну так, с тем, конечно, выдавлено, плавник, а сейчас, сейчас, с помощью, когляну. Центральная часть, да, вот там? Ну вот, на мой взгляд, это просто терапсиня, поэтому очень интересно сейчас на посылеский слой посмотреть. Да, ну, славненько закрываем. Ну, кажется, что это не связано с ГАПСИНей, конечно. Сот? Ну, просто чаще всего бывает именно из центра, где вот так образование, а тут как раз этот участок, где не очень хорошо предпринималось. Вот мы и держим. Единственное, почему я не люблю петлевые резекции, вот только за тот момент, что в этот момент я не могу гарантированно сказать, все я забрал, мне все я забрал. Такое ощущение всегда, вот, субъективно. Да, здесь страху нет добрать, но, как сказал, я такой яроскоронник на лодочном удалении. Я предпочитаю удалять, когда я петлевые делали резекции, так вот, стенка прошу, прям плотно взять, так, не боясь срезать, плотно-плотно. Чтобы было максимальное натяжение на тканях, подтягиваю немножко на себя. И, по сути дела, хоть у меня стоит режет, в данном случае БОВА, это ГАСТРОКА, то есть чередущееся, но я с ними делаю короткими, такими импульсами, по сути дела, на резке. Почему мне это больше нравится? Во-первых, меньше риск когуляционного поражения глубоких тканей, когда это короткий импульс и резкий, то более чистый край получается. Увеличение страданий пациентов в двойных этапах удаления. Это не нужно, оцениваем края, по крайней, где у нас вне когуляционных изменений, везде она нормального строения. Это когулированное все, да? Нет, все удаления. Обязательно. Просто в белом свете видно сосуды не когулированы, он не кровит. Сосуды надо когулировать. Я, вот, как раз и мое личное мнение, в основном я работаю с амбулаторными церквями в плане когулированных термин, мы их не кладем, так получается. Я сторонник репирования. Не будет у нас когуляционных некрозов, по крайней мере, после приз, и отсрочное кровотечение тоже. Все-таки когуляция вещь хорошая, но не стопроцентная. Более, мы говорим, что там вот срезанные сосуды, в центре мы видим. Не нужно его скогулировать. Я уже регулирую. Нарезки сделаю. Я хочу прошить кликсы, по сути дела. Открываемся и поворачиваем. Хорошо. Мы там видели срезанный сосудик, да? А вот идея в том, что он как раз попадет в зону клепиевого. Ну, идея хорошая. Но сначала я бы скогулировал когу-расперу, а потом клепиевого. Ну, вот это вопрос действительно, что-то дискутабельный, но... Конечно. Как все другие, вы видите. Абсолютно. Можно в Москве, плавненько закрываемся. Щелкаем. И еще одну пьюцу поставим. Это уж так, чтобы совсем качать и вращать. Здесь в чем, скажем так, подоплекность? Когулировать мостикам петли вещь достаточно опасная. Нужно хорошо владеть инструментом, чтобы не погружать его. То есть, только еле-еле касаться, чтобы донести глубокую термическую травму. Щипцы, будут это щипцы для горячей киопси, либо когу-распер. Это те же деньги на самом деле. По сути дела, если мы говорим о горячей киопсе, это цена клипса. Поэтому в данной ситуации я хотел использовать две клипсы, но это так, если честно. Я, наверное, думаю, на одной границе, если не мои клипсы, лежал. Закрывайся. Ну вот, все, держим хорошо, усилимся. Вот клипсы, которые можно переналожить, они позволяют контролировать вопрос наложения. И сейчас у той же компании «Достав» за 3000, даже чуть меньше рублей, какая клипса стоит. По сути, цена щипцов горячей киопси. Поэтому, по мне, лучше поставить клипсу в этом отношении, чем использовать щипцы, ну, либо и то, и другое. Возьмем петельку, чтобы вытащить это образование. Олег Борисович, мы тоже являемся сторонниками амбулаторной полипитонии. Вы какие-то рекомендации потом особо даете пациентам, когда отпускаете? Ну, конечно, даем. Мы им рассказываем о том, что им делать в случае привлечения, либо возникающих болезней, особенно ночью. Днем-то мы говорим, приезжайте там, мы вам поможем. А ночью у нас воза нет, поэтому мы их инструктируем, причем пишем рекомендации в протоколе. Но если что-то случилось, а какие-то рекомендации по образу жизни? Да, по образу жизни мы рекомендуем, то есть держаться не дня три, а в связи, чтобы нагрузиться этих бань, чтобы не было удаления провоцирующих факторов для привлечения правеси. А по Петралию мы, опять-таки, только первые сутки закрываемся. Первые только сутки мы просим их не усердствовать в плане еды, не набегать на, опять-таки, плетчатку. То, что развивает в злу тебе. То, что развивает в злу тебе, если учиться. Совершенно верно, да. То есть такой щадящий, извиняюсь, кишки режим. Ну все, и во второй половине дня как раз будем обсуждать все вопросы о амбулаторной полипотомии. Я могу, чтобы вас с вами соревноваться. Ну, это вопрос не столько организации, вернее, не столько медицинской, сколько финансовой, я бы сказал. То, как выберем, а так и делаем. Ну, на этом все. Других образований мы не видели в этой пациентке. Чудесно. Мы все закончили на ее счет. Ну, молодцы. Как довелаются. Отлично. Проговариваются. Я очень большое спасибо за красивую демонстрацию, Иван Юрьевич. Я очень теряю нас есть с другой операционной.